Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада! С вами Наталья. Ну что, снова понедельник и снова здравствуйте. Недели летят очень быстро. Погода в Москве неплохая, но чуть-чуть поголодала. В данный момент плюс 12, днем обещают не больше 17. Кратковременные дожди местами. Вчера у нас дождичек был небольшой, весь день хмурилось-хмурилось, потом прошел чуть-чуть. Ну, такая погода, такое лето! Ну что, что происходит в Туровке? Ну а в Туровке все то же самое, ничего не меняется. Сегодня утром, открываю лепешки, телеграмм, Быкова кормит ребенка в 4 часа утра. Один глаз чистый, другой глаз размазанный. Я хотела вот спросить ее, а краситься обязательно? Или боюсь, что Санек убежит? Блин, ты сидишь дома, нахрена тебе краситься? Ну, если крайся, ну, вечером ты что, не умывайся? Представляете, какая свинья! Она вечером не умывается, зубы не чистит, а прям так ложится спать. Вот и вся чистюля, вся, вот, прям сразу видно. Ребенка покормила, лепешечку слепила, что там, вот он сейчас у нее в кроваточке лежит. Ну, прям золотовому ребенку повезло, он спит с мамкой в одной комнате, там и пеленальный столик, там и кроватка, балдахин есть. Сама она недавно только кричала, я не люблю балдахин, я не люблю вот эти бортики, они только пыль собирают. А вопрос, а ты стирать-то пыталась все это, да, чтобы пыль не собирала? Ну, раз в две недели хотя бы прополоскала в холодной воде, высушила и повесила. А, ну я же забыла, у тебя сушильная машинка сломалась? Угу, будешь сушить, как все, пока ее не сделают. Вот. Ну, что там еще? О, там мадам Леша. Поехала девушка в гости. Проснулся в обед, представляете, в обед. А мама там, и семья вся спит, и девушка спит. Я, честно говоря, охреневаю. Только я думаю, они, он к ним поехал, или они к ним приехали. Они собирались на фотосессию в те же самые подсолнухи. Только я не могу понять, а родственники-то зачем девушке? И вот Леша сидит и пишет в лепешках. Снял себя, весь помятый, кудри пропали, придется завиваться опять. Угу. Он сидит и размышляет, будить девушку или нет. Удобно это или неудобно. И что делать? Ему многие написали, ну, позвони по телефону, он отвечает. У нее стоит без звонка, на вибро, отключен звук. Ну, а как вы с девушкой договаривались-то? Девушка должна была будильник поставить. И родители, чего они, блин, спят, время полдень. В общем, там какая-то мутная история, все непонятно. Ну, опять же, Быкова. Статья. Десятые роды меня изуродовали. Да это не десятые роды тебя изуродовали. Тебя изуродовали, ты сама себя изуродовала, честно сказать. Надо было после замерзшей беременности, той, которая была перед Вероникой, когда ты сказала, что стоял вопрос насчет удаления матки, что там уже пошел чуть ли не абсцесс, там, в общем, хрень собачья, ну, это, опять же, сказка, мы же не знаем, что ребенок долго был мертвым, тра-та-та. Слава Богу, матку сохранили. Ты нахрена беременела сразу? Тебе вопрос. Тебе надо было лечиться и как можно дольше, чтобы ты была здорова и матка твоя здорова, и чтобы матка твоя отдохнула после этой замерзшей беременностью хотя бы год, год не беременеть. А ты тут же не успела почиститься, выскоблиться, кто как говорит, не успела пролечиться, ты побежала куда, а? Беременеть. К ебэшечке, опять же, в постель. Ну, не хотела бы беременеть, сделала бы ему минет, и он бы успокоился. Тем более, ты же с ним встречалась только для того, чтобы зачать ребенка. Могла бы сказать, мне ребенок не нужен, встречаться не будем. Тем более, дело у вас шло уже практически к разводу. Ну, ты же дура-дурой. Да, звезда чешется, надо бежать. И последствия. У тебя до такой степени уже изношена матка. Тем более, тем более, моя дорогая, у тебя опять не сокращалась матка. Да, им пришлось тебя скоблить. Да. Для того, чтобы матка сократилась. Под наркозом, без наркоза. Чем они тебя изуродовали? Объясни. Они тебе прокололи матку. Они занесли тебе инфекцию. Ты что несешь? Опять. Хрень собачью. И в 11-х родах ей сказали, что ты вот, ну, молодец. Вот они тебя изуродовали, а мы тебя поправили. История повторяется. У тебя даже после чистки, которая была в промежутке между Вероникой и Варварой, та тоже якобы замерзшая беременность, которую, ну, знаете, сказать можно все что угодно. У тебя даже на маленьких сроках замерзшая беременность, и у тебя матка не сокращалась. Тебе сделали выскабливание, и матка у тебя не сокращалась. Это то самое видео, где она руку пихает себе между ножья и вот это смотрит. Все закрылось, но матка не сокращается. У тебя по женской части организм уже не очищается. Ну, ресурсы закончились. А ты теперь будешь гнать на Тамбовский перинатальный центр, что тебя изуродовали, что тебе это сделали, тебе это сделали. Не надо винить зеркало, когда рожа крива. Начни с себя. Ты даже в эту беременность, перед самыми родами, у тебя были плохие анализы. Инфекция в тебе дремлет, и в определенный момент она просто просыпается. Дорогая, ты не пролечена. Нет 100% здоровых людей, есть недообследованные. И тебе надо пролечиться как следует, восстановиться хотя бы года два. Но ведь ты же никого не будешь слушать. Ты же ебанутая, пардон за французский. Ты же побежишь за 12-м. Но не можешь ты успокоиться, пока у тебя есть детородный период. Но не можешь. Ты успокоишься только тогда, когда у тебя наступит менопауза. Ты будешь рожать наравне со своими детьми, вы будете вместе коляски. Я уверена, у Феди ли родится ребенок, у Женьки ли родится ребенок, и ты будешь с ними катать коляски, потому что это ты, потому что это Быкова, как он пришел. Надо посмотреть, потом сходи. По-другому никак. И что мы видим на фотографии? Кто ее встречал из роддома? Ни мама, ни Санек. Ее встречала мадам Перхоть. Уварова. Прилететь с Урала, чтобы встретить ее. А я вот думаю, она же у нас многостановщица. Может, она и была в роли акушерки? Может, она все знает? Может, мы про нее все не знаем? Ну, стоит в босоножках, в штанах. В босоножке такое впечатление, что они ей малые пальцы вылезли. Футболка какая-то на пузо натянута. Я не знаю, что у нее там под футболкой. Деньги спрятаны, что ли, с чего-то квадратиками все. На башке шурумбур. Уварова, ты бы хоть подстриглась и покрасилась. Ну, что это за веник на голове? Ну, ты еще не старая женщина. Это что за убожество? Приезжает встречать Быкову. Или ты специально не красишься, чтобы подчеркнуть красоту своей, этой самой. Поберухи, чтобы на фоне ее выглядеть Бабой Ягой. Вот Баба Яга. По-другому никак. Ну, смотрим дальше. А, еще же она же выставила шорсы, где она с маленькими детьми. Ее маленький ребеночек, ее вот эта Варвара, и около нее сидит, я не поняла, Настя, Василиса, Василиса, Господи, Вероника, и Вероника прям так, тюк-тюк-тюк, и вы знаете, показали близко ребенка, что-то меня берет сомнение, что ребенку всего лишь 4 дня. Ну, вот честно, я посмотрела на реакцию ребенка, ну, ребенку неделя точно есть. Неделя. Для доношенной далеко, и ты знаете, если я спрошу своих педиатров, может ли быть недоношенный ребенок с весом 3,652 килограмма, ой, 52 сантиметра, Господи, сболталась, 3 килограмма 600 грамм и 52 сантиметра, мне мои педиатры покрутят вот тут. Скажут, Наталья Сергеевна совсем сбрендила. Первый показатель недоношенности маленький вес, а потом все остальное. Срок у нее нормальный, 38, может быть, 37, потому что она же нам врет, может быть, и 37, но вес-то нормальный. Что там недоношенное? Легкие плохо раскрылись. Они ее обследовали, сейчас во всех перинатальных центрах обследуют детей с головы до самой пятки и генетический анализ берут с пяточки. Чтобы ее так быстро выписали, она же сказала, ее чистили на третий день, но если и 18-го она родила, а 21-го она уже дома, она никак не может быть дома. Если ей выскабливание делали на третий день после родов, значит, родила она раньше. И по святкам можно называть неделю до и неделю после рождения. Она решила назвать вот в этот день. То есть Варвара и Елизавета, они вписывались в этот промежуток. Просто вписывались. И поэтому я хочу сказать, покажи свидетельство о рождении, дату рождения ребенка. Ведь она не покажет. Не своим подписчикам. Тем более, ты же очень любишь хейтерам доказать, какая ты правдивая. Ну покажи. Слабо. Ну думаю, на этом сегодняшняя полталка закончилась. Всем здоровья. Удачной рабочей недели. Всего самого хорошего. Жду вас в Телеграме. Там народ общается. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok